Друзья, всем привет! Вы на канале Капитан Крым. И сегодня я расскажу вам кое-что интересное о Крымском мосте. Что ожидает мост в предстоящий зимний период? Готов ли он к наступающим холодам? И кое-что еще интересное. После открытия моста через Керченский пролив, возможность переехать жить в Крым с материка для многих россиян стало еще доступнее. Представляете, жить в собственном доме, у моря, и наслаждаться теплым солнцем, соленым воздухом и удивительной природой Крыма – это просто мечта, которую воплотили уже более 60 семей, благодаря компании ТиАрт. Свой собственный, долговечный и уютный дом из клееного бруса сибирской древесины вы можете заказать у ребят из строительной компании ТиАрт. А кстати, у них есть интересный YouTube-канал. Переходите по ссылке в описании, чтобы познакомиться с ними поближе и проникнуться эстетикой деревянных домов в Крыму. А мы с вами вновь переносимся в Керченский пролив. Зима тут неустойчивая, снег выпадает в конце декабря и обычно долго не держится. Похолодания редко бывают длительными. В то же время в зимний период наблюдаются частые переходы через ноль в течение суток. И все это при высокой влажности. Что такие климатические особенности диктуют специальные требования к содержанию дорожного покрытия на Крымском мосту. Но наш мост готов ко всему. И к зиме, и к различного рода провокациям. Как информационным, так и физическим. Сегодня я еще об этом расскажу. Эксплуатационная служба Крымского моста полностью укомплектована материалами и техникой. И готова оперативно отреагировать на фактические метеоусловия. При получении неблагоприятного прогноза, дорожники заранее, за несколько часов, проводят превентивную обработку дорожного полотна. Это позволяет максимально снизить риск возникновения зимней скользкости. Обеспечить необходимые сцепные качества покрытия и безопасность в зимний период. Дорожное полотно на Крымском мосту обрабатывают экологически безопасным способом. Распыляют водно-солевой раствор с помощью комбинированных дорожных машин. Для его приготовления на базе эксплуатации сформирован запас в 330 тонн соли. Еще около 30 тонн специальных добавок заготовлено для усиления действия раствора. На случай значительного ухудшения погодных условий. При снегопаде предусмотрена механическая очистка дорожного полотна. Все стоки с автодорожной части Крымского моста уходят в закрытую сеть дождевой канализации. Через специальные водоотводные воронки, расположенные с шагом около 50 метров вдоль дорожного полотна. Далее сток идет по подвесным лоткам, закрепленным под мостовыми пролетами. И направляется он в локальные очистные сооружения, так называемые лосы. В них стоки проходят несколько последовательных стадий очистки. А затем уже очищенная вода обеззараживается с помощью ультрафиолетового излучения. Обмерзание лосов в зимний период исключено. Этому препятствуют специальные системы электрообогрева и теплоизоляции. Крымский мост это безопасное и экологичное сооружение. Его безопасность также обеспечивают на море и в воздухе. Друзья, так получилось, что в те самые минуты, когда задерживали украинские корабли, я ехал через Керченский пролив по Крымскому мосту. И уверяю вас, ни на секунду не было никаких сбоев или каких-либо других проблем в работе всех служб. Все работало в штатном режиме, автомобили спокойно двигались, все было как обычно. Мост защищен на 100%. А кто там еще думает, что Крымский мост просел? Забудьте вы все эти глупости. Уверен, среди моих подписчиков таких нет. Что скажете? Я жду ваших комментариев. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Ваш Капитан Крым. Субтитры создавал DimaTorzok